Сегодня убрали от курочек трех петухов Грисбар. Потому что все-таки 6 на 16 курочек Грисбар слишком много. Вот взвесим сейчас мы с вами тушечку. Вот такая она большая, хорошая. 2,650. Произвела разделку Грисбара. Вот посмотрите, какое у него на цвет мясо. Вот и на вкус оно похоже, знаете, индюшатину я не пробовала, не приводилась. Но чем-то вот напоминает, мне лично напоминает свинину. Свинина с курицей, скорее всего. Вот такое мясо. И лыдки, знаете, хорошие. Сейчас мы возьмем, ну вот, лыточку. Да приложим ее к адлерской курочке. Это адлерская курочка. Вот вам разница. Видите? Курочка тоже неплохая. Толстенькая, с жирком. Хороший будет холодец. Что хочу сказать. Мясом Грисбара довольна вся семья. Не только мы его кушаем, конечно же, и наши дети. Мясо очень вкусное, нежное. Это мясо не бролера, такое как белое или тем более магазинное. А мясо домашней птицы. Очень вкусное, душистое. Все блюда получаются просто замечательные. Весной постараюсь, если будет возможность, завести еще кого-нибудь из цветных бролеров. Очень мне интересно посмотреть, как они растут. Потому что Грисбар это все-таки птица, медленно растущая. Но отказываться от Грисбара я не собираюсь. Ну все, всем удачи и всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok